Вы были в Польше в январе этого года в рамках последнего многостровного тура группы Ленинграда? Не то, что последние. Это были вообще последние концерты. Это не в рамках. Мы отыграли. В этом городе последние концерты группы Ленинграда больше нет. А почему вы решили в Варшаве закончить карьеру Ленинграда? А так получилось. Это не мы решили, это там решили. А то, что вы приезжаете, чтобы отыграть один из первых концертов группы Рубль именно в Польше, это связано с какой-то симпатией Польши или тоже так получилось? Во-первых, так получилось. Во-вторых, нам показалось, что здесь публика готова к переменам, скажем так. И мы можем приехать. В самом деле это авантюра. Мы не знаем, как и публика отнесется, и как мы сыграем. Мы же так еще группа начинающая. А вы вернулись из Хельсинки, где записывали дебютный админ для Рубль. Да, да. И вы не волнуетесь, как воспримут вас ваши поклонники? Нет. Было бы мне лет восемнадцать, я волновался. А сейчас мне тридцать шесть, да. Я понимаю, что публика дура. Мнение публики вот так большое, большому количеству народу мне не особенно интересно. Вам интересно просто мнение каких-то особенных людей? Ну да, их немного. Этих людей немного. Значит, вы, так скажем, выбираете тех, для которых эта музыка есть, да? Вы не хотите быть, например, как, не знаю, queen? Нет. Популярно быть стыдно. Хорошо. А скажите, после этих визитов в Польшу, вы что-то узнали о Польше? Например, вы приметили, что русский и польский мат практически одинаковый? Да вы знаете, мне кажется, что и в Гондурасе, и Зимбабве русский мат тоже присутствует. Там другого нет. Вообще на всей планете. Другого нет никакого. Понятно. А что-то в Польше вам особенно нравится? Например, девушки, пиво? Пиво шикарное. Ну вообще народ такой, по-моему, открытый. А это самое главное. Готовы к каким-то движениям. Мне кажется, что ваше порчество в какой-то степени истекает из вашего опыта жизни в современной России. Вы можете себе представить, жить в другой стране? И как это ваша музыка могла бы звучать, если вы, например, бы жили в Германии? Я не знаю, мне сложно представить, что я живу в другой стране. Дело в том, что я мыслю на русском языке, я на нем говорю. И я как какая-нибудь сорная рыба. Она любит мутную воду. И вот эта мутная вода меня очень устраивает. Россия очень мутная страна. Там очень много чего происходит. И вот эта инспириация для вашего творчества, да? Ну, наверное, да. Я не могу. Значит, если бы это была спокойная страна, то ваше творчество было по-другому? Дело в том, что спокойной стране творчество вообще не нужно. Вообще ни к чему. Зачем оно? Понятно. Скажите, Алла Пугачева, Тату и Шнур. Вот, пожалуй, наиболее известные русские музыканты в Польше. Как вы чувствуете в этой компании? Я себя неплохо чувствую в компании со Стравинским, Мусоргским и Рахманином. Вот этот уровень. Их тоже неплохо знают во всем мире. Да, но я имею в виду популярную музыку. Стравинский очень популярный, кстати. По счастью, исполнение первое место занимает в мире. И вот к нему вы идете, да? Вас не интересуют популярные артисты? Нет, ну почему Пугачева в 70-80-х годах была шикарно исполняла. И до сих пор ее пластинки можно слушать и удивляться. А вы готовы, чтобы заменить ее место в Польше? Нет, ну Аллу Пугачеву изменить невозможно, я так думаю. Ну и потом это же было все-таки времена Варшавского договора. Другие совершенно были отношения. Сейчас в мире, собственно говоря, поляк мало чем отличается от русского, а русский мало чем отличается от американца. Мы находимся в глобальном мире, где, собственно, есть конкуренция. Раньше Аллу Пугачеву слушали, потому что не особенно могли попасть на концерт Майкла Джексона. Скажите, в России больше количество интересных музыкальных групп, проектов, которые, к сожалению, набираются на Польше. Что вы лично слушаете из русской музыки, что вы могли бы рекомендировать польской публике, чтобы было бы им интересно послушать? Я что-то давно так не слушал музыку. Ну, последний русский, который мне понравился, это Джимми Хэн. Вот он русский, да? Да. По нему видно. Понятно. Понятно. Но, к сожалению, он уже нет в живых. К сожалению, да. А есть ли вы вообще эти исследования музыканта в России и не наблюдаете? Нет, я наблюдаю. В России сейчас очень мощная волна молодого рэпа. И это вот мощное движение. А остальные все движения не такие. Не сильные. Те предложения «Punks Not Dead» существуют еще в России. Мощный рок-н-ролл там еще играется? Какие-то новые интересные группы? Ну, я не замечал их. Нет, ну я так слушаю что-то. Дело в том, что у нас все более-менее причёсано. У нас если панк, то он такой либо не вполне панк, либо они долго не живут. Поэтому пока они играют, я их не успеваю услышать. Потом они по естественным причинам умирают. А вы петербуржец. Да. Вы как бы видите эту разницу между музыкальной сценой в Петербурге и в Москве? Ну, это было раньше. Сейчас уже разницы особенно нет. Глобализация, да? Ну, глобализация, да. И потом очень много приезжих. Петербург стал городом, не городом, а мегаполисом. Он, что Москва, что Петербург, это все такие города, немножко, чуть-чуть напоминающие Нью-Йорк. Потому что коренного населения там вообще нет. Уже, ну, фактически не осталось. Вот мы и динозавры последние, которые там живем. Остальные все приезжие. Ну что ж, спасибо вам за интервью. Та-па. Та-па. Минск. Минск. Половое лёгко. Минск. Минск. Более. Более.